Всем привет! Сегодня покажу вам пару дизайнов с использованием неоновых пигментов. Нам понадобится темный фон, непосредственно неоновые пигменты, карандаш, кисть для тонких линий, мягкая кисть для нанесения пигмента и белая пигментированная гель-краска, либо гель-лак. Итак, поехали! Для начала я размечу эскиз для первого дизайна. Конечно, карандаш не очень хорошо виден на черном фоне, но все-таки немножко он будет заметен. Рисую круг и рисую контур птицы. Старайтесь сделать этот дизайн достаточно крупным. Теперь я приступаю к прорисовке. Мне понадобится пигментированная гель-краска с липким слоем. У меня это линта. Добавляю небольшое количество на палитру. Если вы хотите сделать гель-краску более жидкой консистенцией, то вы можете добавить туда небольшое количество белого гель-лака. Теперь я набираю небольшое количество гель-краски на кисть и приступаю к обводке рисунка. Миндоматы рисунки. «Миндоматы рисунки» Миндоматы рисунки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как я нарисовала дизайн, я поставлю в лампу на 30 секунд. Сейчас мне потребуется 3 ярких пигмента и мягкая синтетическая кисть. Буду наносить их по очереди на липкий слой. Продолжение следует... Берем небольшое количество на кисть и потихоньку распределяем пигменты. Перед нанесением следующего цвета я убираю излишки пигмента. Хорошо смешиваю пигменты в месте перехода для того, чтобы получился плавный градиент. Если хочется добавить яркости, я прохожу пигмент на второй раз. Теперь вы можете перекрыть готовый дизайн топа. Я буду использовать топ без липкого слоя от линда. Для следующего дизайна я возьму темно-фиолетовый оттенок номер 166. Обязательно снимаю липкий слой и убираю глянец бафом. Снова набираю небольшое количество гель-краски на кисть и начинаю рисовать ленты. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее также фиксирую этот дизайн в лампе. Здесь я возьму другие оттенки. Это розовый, оранжевый и желтый. И также буду наносить их один за другим. И также перекрываю дизайн топом без липкого слоя. Для третьего дизайна снова подготовим черный фон и сделаем карандашом набросок пера. Рисую сначала центральную линию и затем внешние контуры. После этого начинаю обводить дизайн белым пигментированным гель-лаком либо гель-краской. Дизайн белым пигментированным гель-краской. Основные контуры пера стараюсь сделать достаточно яркими. После этого переворачиваю дизайн. И добавляю небольшое количество штрихов. Дизайн белым пигментированным гель-краской. Дизайн белым пигментированным гель-краской. Дизайн белым пигментированным гель-краской. Продолжение следует... Готовый дизайн ставлю в лампу. Для данного дизайна возьму вот такие пигменты. Начинаю добавлять их по очереди. Сначала желтый, потом розовый и затем голубой. Вот такие простые дизайны получились у нас с использованием ярких неоновых пигментов. Продолжение следует... Продолжение следует...